Новые трубы в подъезде и бесперебойное отопление Марии Петровне Щеблыкиной как подарок на день рождения. Накануне ей исполнилось 89 лет. В годы войны Мария Петровна работала на железной дороге, а ее муж Александр Митрофанович защищал страну от фашистов. Теперь в доме вдовы ветерана к отопительному сезону подходят во всеоружии. Житель соседнего подъезда Иван Герасимович Маркелов новыми трубами обзавелся неделей раньше. Участник боев на Дальнем Востоке, кавалер Орден Отечественной войны второй степени не нарадуется. Стоило только обратиться, как проблему сразу же решили. Потекла у нас зимой это. Ну пришли хомут, сделали и ладно. До лета, когда отопление кончится, тогда вам сделают. Ну я об этом пожаловался. Вот и сделали. Вон видели какая прекрасная стояк-то вон. Заменили и все. Теперь я спокойно буду зимовать. Дому номер 3 по улице 7-й квартал в поселке Мехзавод почти полвека. Полностью замену стояков здесь не проводили ни разу. Сейчас трубы в доме меняют поэтапно. Демонтаж старой трубы, потому что там очень сложная разводка. Она идет через кухню в туалет. Сейчас мы проведем обрез трубы и замену ее на металлопласт. Обеспечить всех жителей хорошей системой отопления и закончить работы планируют осенью. Особое внимание подъездам, где живут ветераны. Была заявочка привести в порядок подъезды, где живут у нас заслуженные люди. Во втором подъезде, где у нас вдова участника войны. И в третьем подъезде, где у нас участники войны сделали капитальный ремонт подъезда. Жители поселка Мехзавод также заботят вопрос о благоустройстве дворов, нехватке парковочных мест, опиловке деревьев. Благодаря работе общественников, говорят люди, на их просьбы стали реагировать быстрее. Общественные советы микрорайонов появились в ходе реформы местного самоуправления, которое сейчас реализуется в Самаре. Следующим шагом станет формирование районных советов депутатов, выборы в которые состоятся 13 сентября. Алина Чемерес, Станислав Левин, События.